Здравствуйте! Поговорим о сказках. Я считаю, что сказки являются незаменимым и бесценным инструментом обучения детей языкам, будь то первый, второй, третий или иностранный язык. Почему? Сказки несут в себе очень богатый языковой материал, при этом они его преподносят для детей в очень доступной и привлекательной форме. Вы, наверное, уже заметили, что с самого рождения и вплоть до 7-8 лет, а иногда даже и дольше, дети с любопытством воспринимают сказки и с удовольствием читают и слушают их. Именно поэтому я считаю, что мы должны воспользоваться этой возможностью и использовать сказки как один из важнейших методов обучения детей. И сегодня я хочу поделиться с вами своим методом работы со сказками на уроках русского языка. Я преподаю в основном русский как второй или иностранный, но этим методом вы можете воспользоваться и с детьми, которые изучают русский как родной язык. Итак, шаг номер один. Прочитайте детям сказку в том виде, в каком она к нам пришла. Очень важно представлять и использовать сказку в ее аутентичном виде. Выбирайте книжку с большими понятными картинками, где, в принципе, и так все очевидно, грубо говоря, без слов. Это облегчит процесс восприятия как сюжета, так и новых слов. Шаг номер два. Попросите детей высказать свое мнение о сказке, обсудите ее, посмотрите на картинки еще раз, позвольте им высказаться все, что у них, так сказать, на уме, после того, как вы первый раз прочитали им эту сказку. Шаг номер три. Здесь вы можете либо еще раз прочитать сказку, либо представить ее в другой форме. Например, используйте кукольный театр, или вот такие деревянные фигурки-наперстки, это сказка про курочку-рябу, вот оно, золотое яичко, или покажите мультик, или какое-то другое видео. Смысл еще раз представить сказку в ее аутентичном виде, в ее первозданном виде. Шаг номер четыре. Начинаем работу с новыми словами, с вокабуляром из сказки. Для этого я распечатываю вот такие большие картинки, на которых практикуются слова из сказки. При этом я предпочитаю использовать картинки не из самой сказки, хотя их я тоже использую, а более такие жизненные или бытовые. То есть, например, в сказке про курочку-рябу мы говорим о том, как дед плачет, баба плачет. Я выбрала картинку, где плачет маленький ребенок. Достаточно актуальная ситуация для большинства детей, для всех детей. Картинка их всегда заинтересовывает. И мы с лихвой учим слово плачет. Вот, например, разбилась. Я использовала картинку не яйца, а зеркало. Тоже актуальная бытовая жизненная ситуация. Таким образом, дети понимают, что слова из сказки, они не ограничены контекстом сказки, а используются в жизни широко. И это их еще более мотивирует, заинтересовывает и в конечном итоге помогает изучать и использовать новые слова. Номер пять. Далее я даю детям те же самые карточки, но все картинки на одной страничке. Они могут практиковать эти карточки, эти новые слова дома, предпочтительные с родителями. Для старших деток, как вы видите, я пропустила некоторые буквы в словах, для того, чтобы они могли попрактиковать орфографические навыки или фонетические навыки. Впоследствии мы разрезаем эти карточки. Они могут, опять же, играть. Нет предела тому количеству игр с карточками, которые вы можете придумать или найти по интернету. Для меня очень важно иметь возможность неформально проверить детей на уроке. Для этого я устраиваю такой фронтальный опрос. Например, я могу сказать, покажите карточку со словом «бежала». Они мне показывают картинку с бегущей девочкой. Дед, баба, хвостик, упала, мышка, махнула. Ага, чем она махнула? Олечка. Нет, хвостик. Хвостик махнула. Хвостик там махнула. Плячет. Ага. Все, молодец. Номер шесть – это игра «Мемори». Для этого мы используем те же карточки, большие карточки, которые я использовала в предыдущем шаге. Каждую картинку я распечатала два раза. И в конце урока мы раскладываем все эти карточки картинкой вниз. Каждый ребенок по очереди вытягивает две карточки. И если у него совпадения, то ребенок должен назвать, что он видит на этой картинке, используя наши новые слова. И тогда он оставляет эти карточки себе. В конце игры идет подсчет, у кого больше совпадений. Дери две карточки. Кто это, папа? Дед. Дедочка. Ага, в сказке дед. Кто это? Дедочка. Ура! Как я? Димочка, Димочка по-русски. Так, папа, еще раз. Я просто не могу сказать эмоции! Так. Дим, подскажи папе. Бью-бью, разбью. А это? Кружка лоба. Не совпало. Хорошо, а теперь ты. Я хочу отметить, что все эти шаги вы можете использовать в зависимости от возраста детей и от возможностей их внимания на одном уроке или растягивать на месяц, на несколько уроков, на четверть. Не забывайте, что читать книжку нужно каждый раз, на каждом уроке. И вы заметите, как используя эти разные шаги, чем больше вы их используете, тем легче дети пересказывают эту сказку, и потом они уже дословно ее вам рассказывают по картинкам. И впоследствии, когда они уже выучили правила чтения, они могут ее читать очень легко и быстро. Вот. Читайте сказки, учите русский. Не простое, а золотое. Молодец, переворачивай. Упала и разбилась. Правильно. Дед плачет. Читайте. Дед плачет. Угу.